Наиболее ярые критики подписания пограничных договоров с Россией призывали объявить 18 февраля днём траура и вывесить вознаменование этого флаги с траурными лентами. Объясняют они столь категоричную оценку данного события тем, что эстонские политики якобы пошли на поводу у Российской Федерации и даже не попытались поднять вопросы, затрагивающие проблемы, связанные с изменением пролегания линии границы по сравнению с довоенным периодом. Действительно, сегодняшний день можно считать траурным, поскольку наши политики безвольно поступили с интересами тысяч жителей Эстонии. В первую очередь, народа Сету, оказавшегося разделённым границей. Когда начались новые консультации, представители правительства Рейкогу даже не попытались поднять эти болезненные, но важные вопросы, что не может не вызывать печали. Российская Федерация, как известно, не признаёт нынешнюю Эстонскую Республику правоприемницей Республики Довоенной и потому всячески избегает каких-либо ссылок на Тартусский мирный договор 1920 года, каковая, впрочем, имеется даже в Конституции Эстонской Республики. На это указал сегодня и президент Томас Хендрик Ильвес, приветствовавший подписание договоров и выразивший надежду на их быструю ратификацию в Риге-Когу и Госдуме. Эту точку зрения разделили также премьер-министр Андрус Сансип, руководители Европейского Союза и даже генеральный секретарь НАТО Андрес Фо Красмуссон. Сегодняшний день всё-таки один из самых значительных в плане эстонско-российских отношений за последние 20 лет. И я думаю, что всё-таки та работа, которая сделана за последние более 20 лет многими дипломатами и политиками, дал сегодня тот результат, который исходит из интересов обоих сторон. И я надеюсь, что в скором будущем договор о границе и вступает в силу после ратификации здесь, в Эстонии и в России. Следует учесть также, что подписание договоров о границах является не финалом, но началом нового этапа отношений между нашими странами. Сторонам предстоит завершить процесс принятия и других двухсторонних документов, в первую очередь договор об избежании двойного налогообложения. Он был ратифицирован в Риге Когу ещё в 2004 году, но Государственная Дума отложила своё решение после отзыва подписи России под предыдущей версией договора о границе. Не менее важным станет и физическая демаркация границы, которой предстоит заняться специальной межправительственной комиссией. Её участникам придётся метр за метром пройтись по всей протяжённости пограничной линии. По предварительным оценкам, работы по демаркации обойдутся в сумму порядка 20 миллионов евро. Примечательно, что уже завтра в Таллинн прибудет делегация российских сенаторов, целью которой как раз является инициация нового этапа рабочих переговоров по всем упомянутым вопросам. Дмитрий Кукушкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Дмитрий Кукушкин Дмитрий Кукушкин